Время в каждом дворе теплыми вечерами собираются доминошники. Но эту азартную игру любят не только рядовые граждане страны Совета. Горячим поклонником домино был всесильный председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов. 28 костяшек способны составить тысячи комбинаций. Будущий генеральный секретарь ЦК КПСС знал толк в различных комбинациях. Одна из них обернулась самым громким уголовным делом начала 80-х. Для первого секретаря горкома партии Гришина торговля была делом особой гордости и заботы. Порой хозяин Москвы заходил в первый попавшийся гастроном вдоль Кутузовского проспекта и спрашивал, «Почему нет продуктов, которые должны быть на прилавках? Мясо, колбасы, сосисок?» Говорят, что в одном из магазинов продавцы нахамили Гришину, не зная его в лицо. Ну, директора гастронома тут же сняли с должности. И вот с тех пор под каждым прилавком в этом магазине, кроме дефицитов, хранилась вот такая фотография. На всякий случай. Одиночные рейды хозяина Москвы ничего не могли изменить в системе, которая сложилась в послевоенные годы. Эта система держалась на взятках и дефиците. И сейчас. Потратишь и не заметишь. 150 рублей тогда, в начале 80-х, это 68 килограммов докторской колбасы. Это 23 бутылки советского шампанского. Или, страшно себе представить, это 15 ящиков жигулевского пива. Бутылки можно было сдать и получить назад 60 рублей. И опять прийти за пивом. Вот примерный план расходов обычной семьи на эти деньги. 30 рублей. Велосипед, школьник, сыну Аболтусу. Приличные туфли жене. 40 рублей. 70 рублей на питание. Еще червонец-заначку. 150 рублей это приличная сумма, но это сущая мелочь по сравнению с теми деньгами, которые вращались. Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович Андропов посетил московский станкостроительный завод имени Сергуарджи Никитцы. Вопреки ожиданиям, первый секретарь Московского горкома партии Гришин при Андропове сохранил свой пост. За него заступились другие члены Политбюро. Амбиции Гришину пришлось спрятать. Но он терпеливо ждал своего часа. Андропов был тяжело болен. У претендентов на пост генерального секретаря мог появиться новый шанс. Сам Андропов торопился довести начатое до конца. Вал разоблачений должен был смести московское руководство. Здравствуйте, люди. Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. Из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нет. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архивенскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нет. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас студни, таз есть, коляска есть, добрые люди подарили, но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны, изгорем пополам, забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова